Кузя, будешь пить чай? Кто пьет чай в такую погоду? Ты что, он повышает температуру тела изнутри, поэтому жара ощущается меньше. И где ты это вычитала? В научном журнале. Больше его не читай. Не хочешь? Не пей, а я буду. Ты видел, чашка двигалась. Ты просто перегрелась, и у тебя галлюцинации. Я серьезно, чашка только что двигалась сама по себе. Да, я тоже видел. А что, если в доме поселился призрак? А если эта пиковая дама рассердилась на нас? Прости нас, пиковая дама. Вы бы видели свои лица. Это ты сделала? Да, я решила вас немного разыграть. А я ни капли не испугалась. Ага, ну конечно, так я и поверила. Честно признать, я даже не заметил, как ты двигаешь чашку. Я долго училась разным фокусом, и могу разыграть любого. Да ладно, а ты сможешь разыграть настоящего экстрасенса, чтобы он думал, что в доме есть призрак? Настоящего экстрасенса даже не знаю. Все понятно, не можешь. Я попробую, но если у меня получится, ты отдашь мне свою новую сумочку. Договорились. Стоп, 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 а где вы найдете экстрасенса? Не беспокойся, я знаю одного экстрасенса, и он как раз в нашем городе. Тогда звони ему скорее. Подождите, мне нужно подготовиться. Экстрасенса будет здесь через два часа, надеюсь, тебе хватит времени. Конечно нет, этого времени недостаточно. А ты думала, что получишь мою сумочку так просто? Я пойду готовиться. Кузя, ты мне не поможешь? Конечно, думаю, будет весело. Я тоже подыграю, так уж и быть. Сомневаюсь, что вы сможете обмануть настоящего экстрасенса. В этом доме и вправду водится нечистая сила. Ну ничего, я от нее быстро избавлюсь. Видели, он даже не испугался. Да, крепкие, у него нервишки, будет нелегко. Не переживайте, это только начало. Здравствуйте, наконец-то вы пришли. О, стойте, Арчи, это ты? Что ты здесь делаешь? Подрабатываю. Мне понадобились деньги, мне пришлось найти работу на лето. Экстрасенсом? Ты уверен, что справимся? Да, я хорошо разбираюсь в таких вещах. Можете на меня положиться. А теперь нужно пройти и осмотреть весь ваш дом. Ты думаешь, он правда экстрасенс? Не уверена, я его почти не знаю. Давайте посмотрим, что он будет делать. Расскажите, что здесь произошло? В этом доме живет привидение. Мы вызвали вас, чтобы от него избавиться. Что за привидение? Вы его видели? Не видели, но уверены, что оно здесь есть. В доме происходит очень много странных вещей. Двери открываются сами по себе, предметы двигаются, звуки какие-то странные. Вот, вы это слышали? Да, похоже, дело здесь серьезное. Вы можете поймать этого призрака? Думаю, в вашем доме поселился неспокойный дух. Давно такого не встречал. Как этот дух мог попасть в дом? Вы давно живете здесь? Нет. Значит, это дух предыдущего хозяина. Так, прогоните его скорее. Так, для начала нужно осмотреть дом. И, кстати, как несчет моего канарада? За такую сложную работу я беру не меньше тысячи долларов. Ничего себе. Мы тебе заплатим только после того, как призрак полностью исчезнет. Хорошо, а теперь сядьте на диван и закройте глаза. А для чего это нужно? Мне нужно почувствовать вашу энергетику. Я чувствую страх. Вы боитесь этого дома? А что вы еще можете сказать? Здесь проводили ритуалы и призывали очень страшных существ. Эти существа еще здесь? Да, я их до сих пор чувствую. А теперь мне нужна вода. Ванная комната была там. Угу, хорошо. Вы это видели? Он поверил. А мне как-то жутко стало. Почему? Ну, мы сегодня и правда испугались. А недавно мы вызывали пиковую даму и всякую нечисть. А он это увидел. Но это ведь не значит, что у нас в доме настоящие призраки. Верно? Конечно, нет. Это не может быть простым совпадением. В доме точно есть призрак. Перестаньте, никого здесь нет. Очень у этого дома тяжелая энергетика. Я чувствую, он где-то рядом. Кто рядом? Злой дух. Он не рад видеть меня здесь. Я ничего не чувствую. Ты не должна ничего чувствовать. Ты же не экстрасенс. Так, вот это вот мне понадобится. А что это у вас такое? Это магический артефакт. С его помощью я могу говорить с потусторонними силами. Выглядит как обычный шар. Этот шар из древнего храма. Он пробит он мощной энергетикой. А можно подержать? Нет, вы можете не выжать такую мощную энергетику. Вы это видели? Телевизор сам включился. И часто у вас такое бывает? Первый раз. Нужно срочно его выключить. Телевизор проводит негативную энергию через экран. Как ты это сделала? Просто поставила телевизор на таймер. Вы знаете, почему это могло произойти? Это ты выключила свет. Так, а почему это происходит здесь? Возможно, дух чувствует меня и пытается выгнать из этого дома. Мне страшно. Не бойся, я знаю, как бороться с такими существами. Я защищу вас. С тех пор, как ты здесь, он вообще взбесился. Он так себя никогда не вел. Я не чувствую духа в этом помещении. Он прячется в другой комнате. Можете сойти в любую комнату. Нам нужно к холодильнику. А на кухне сильно энергетика? Чтобы войти в контакт с домом, я должен поесть еду, приготовленную здесь. Как все сложно. Хорошо, я приготовлю вам. Вот. Я смешиваю с энергетикой этого дома. Он такой странный. Я никогда не слышала про подобный ритуал. Может, у него свои методы? Интересно, а как его методы справятся с этим? А, помогите, сейчас это так. Не подходите. Это опасная черная магия. Возрождение зомби. Уберите его с нашего дома. Не беспокойтесь, я знаю, что делать. Ты используешь белую магию? Проведешь какой-то ритуал? Нет, я просто поймаю его и выброшу его на улицу. Просто ставишь его во дворе. А если он в газон испортит? Не беспокойтесь, это всего лишь маленькая рука зомби. С настоящим зомби она не сравнится. Тогда сделай так, чтобы настоящий зомби не появился. Ты же экстрасенс. Вы излучаете какие-то странные волны. Они мешают мне работать. И как нам убрать эти волны? Избавиться от ваших телефонов. Это они виноватые. Вот, складывайте их. Они пропитаны отрицательной энергией. От них нужно избавиться. Насовсем? Да. Или ваше энергетическое поле будет слабеть. Раз это так необходимо. Как же я теперь без телефона. Зато наша аура теперь будет чистой. Теперь мой разум чист. Я готов приняться за работу. Я думал, ты уже начал давно работать. Тише, не сбивай его. Теперь нам надо на второй этаж. Там скопилось много отрицательной энергии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да хватит своя цель, это всего лишь пранк. Возможно, в этом доме дух ребенка. Будьте осторожны и никуда от меня не отходите. Может, дух просто хочет поиграть. Вы знаете что-нибудь о прошлых владельцах дома? Нет, вообще ничего. Ты же экстрасенс, может ты скажешь нам? Могу, но это дополнительная работа, придется доплачивать. Мы доплатим тебе 100 долларов. На 100 не согласен, давайте 200. Работа опасная все-таки. Хорошо, 200 так 200. Мне будет удобнее работать на втором этаже, за мной. Я вижу прошлых владельцев дома, это семья из 4-х человек. Неужели ты это узнал, смотря на карты? Мои карты и не такое могут сказать. А дальше, кто эти люди и что с ними стало? Карты не хотят говорить. У вас есть свечи? Где-то были, сейчас принесу. А вы видите видение или вещи сны? Нет, но я могу потрогать вещь и увидеть их прошлое. У нас как раз есть вещи прошлых владельцев. Мы нашли это в пустой комнате. В этих очках точно ходил кто-то из прошлых владельцев. Я вижу подростка, он сильно переживает. Может у него проблемы в школе? Да, проблемы в школе. Поэтому он решил попросить помощи у темных сил, прямо здесь, прямо в этой комнате. Он вызвал духа? Он проводил ритуалы, пока не вызвал... Демона. Мамочки. Давайте вернемся на первый этаж. Откройте, выпустите нас. Это свой дух, он закрыл вас здесь. Быстро откройте двери, нам нельзя здесь оставаться. Спасите. А что произошло, зачем вы закрылись? Мы не закрывались, дверь сама закрылась. Как только мы начали говорить прости. Ой, у меня слишком много клиентов сегодня, я побежал. Постой, ты ведь еще не помог нам. Вы не можете оставить нас один на один с призрака. У нас уговор, вы его еще не выполнили. Я же не знал, насколько у вас здесь злые духи, я на такой не подписывался. А что мы будем делать, если вы уйдете? Мы же не справимся сами, мы не знаем о демона. Нет, мне моя жизнь дорога. Мы тебе заплатим в два раза больше, только останься. Две с половиной тысячи долларов и я останусь. Мы согласны. Ты должна была принести свечки, они здесь? Да, вот они. Я проведу ритуал и ваш дом очистится. Ты будешь проводить ритуал прямо здесь? Да, он должен работать в любом месте дома. Тогда зачем мы искали негативную энергию в доме? Будете задавать много вопросов, будьте сами разбираться с духом. Пожалуйста, поскорее, кажется он разозлился, не на шутку. Отойдите, вы мешаете ритуалу. Моя работа выполнена, я ушел. Но вы еще не прогнали эту роль здесь. Я понимаю, но больше сделать ничего не смогу. Рассчитайтесь со мной и я пойду. Ну уж нет, мы заплатим только за выполненную работу. Дух стал более злым после прихода экстрасенса. Вы должны с ним разобраться, это ваша работа. Я сделал все, что мог, я не виноват, что дух не уходит. Значит проведите другой ритуал, мы не можем оставить здесь духа. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Я попытаюсь провести шаманский ритуал. Что это за сорняк? Это не сорняк, а магические травы для обрядов. А почему они магические? Они выращены на священной земле и поливались только священной водой. Приступайте скорее. Злодух, уходи. Вы видели, я снова спесился. Продолжайте, может, работаем. Давайте вернемся на второй этаж. Нет, туда не обязательно идти. Но присток, скорее всего, живет там, в комнате, где он нас закрыл. Не учите меня, как делать мою работу. Вы что, боитесь? Просто я был не готов к такому. Тогда давайте поднимемся на второй этаж и убедимся, что там нет никаких духов. Если все в порядке, то мы тебя заплатим и можешь уходить. Хорошо, пойдемте. Давайте вы проверите комнату, а я останусь здесь. Если что-то случится, я быстро приду к вам на помощь. Давайте, я пойду спальню, пузя, детскую, Алена, в ванну. Так, нужно выбираться сюда попоскорее. Открывайся, откройся. Ты куда? В машине одну штучку забыл для ритуала. Потом возьмешь, тебе срочно нужно кое-что увидеть. Вот, смотрите. Что-то со стороны шарик, раньше его не было. Наверняка это послание духов, вы сможете его расшифровать? Я с таким никогда не сталкивался. Вот, возьмите, посмотрите внимательнее. Это был он. Все, этого призрака отсюда не выхать, нужно сносить дом. Как сносить? Нельзя этого делать. А вы хотите жить с этим призраком? Неужели нет другого выхода? Вы же профессионалы, вы должны что-то передумать. Здесь живет очень злой и мстительный дух. Поверьте, это лучший вариант для вас. Это же призрак ребенка, неужели нельзя его успокоить? Я не хочу в этом разбираться, я ухожу. Можете дать тысячу долларов за потраченное время? Выходите, если сможете. Вы что, меня здесь закрыли? Вы что, ненормальные? Мы предупреждали вас, что вы не уйдете отсюда, пока не поможете нам. Ключи мы спрятали, вы не уйдете без нас. Ах, вы хулиганы. Вы слышите? Поиграй со мной. Какой ужас, может он все-таки правду снести? Успокойся, это всего лишь говорящая игрушка. Но эта игрушка никогда раньше не говорила. Не надо, вы его злите. Уйди прочь, нечистый. Подождите, может Дук просто хочет, чтобы мы с ним поиграли, и тогда он успокоится? Такого в моей практике еще никогда не было, я уже 10 дней как экстрасенс. Может попробуем, нам терять нечего. Будем пробовать все варианты. Поиграй со мной. Может это знак от Духа? Может попробуем поиграть с ним, и он успокоится? Конечно нет, вы ничего не понимаете в мистике, не стоит этого делать. А давайте вы сняжетесь с Духом и попытаетесь с ним поговорить. Это агрессивный Дух, он не будет со мной общаться. Так мы даже не пробовали, может поэтому он и разнослился. Установить контакт с Духом не так просто. Мы тебе поможем, скажи что нужно. Всем присутствующим в комнате нужно собраться в круг. Так, возьмите за руки и помните, что до конца сеанса руки отпускать нельзя. А если у меня ладошки вспотеют? Луна, это серьезный ритуал, нам не до шуток. Принеситесь к ритуалу серьезно, направьте свою энергию в руки и сконцентрируйтесь на свечах. Злой Дух, если ты меня слышишь, отзовись. У меня уже нервы на пределе. Кузя, помолчи. Я чувствую, что Дух рядом, он хочет что-то сказать. Что он говорит? Может ему нужно больше свечей? Никак не могу разобрать. Давайте я принесу еще свечей. Нельзя разрывать руки, сиди на месте. Дух хочет, чтобы я покинул это место. Он правда это сказал? Дух говорит, что у меня слишком мощная энергетика. Если я уйду, то и он покинет это место. Но раз Дух так говорит, то мы должны открыть экстрасенсу двери. Да, придется довериться Духу. Подождите, а можно задать Духу несколько вопросов? Дух хочет, чтобы я поскорее покинул этот дом. Нет, мне важно знать ответы на эти вопросы. Да, мы имеем право задавать вопросы. Ладно, задавайте ваши вопросы. Как звали переведущих владельцев этого дома? Их звали Маша, Паша. Больше ничего не могу сказать. Энергия заканчивается. Луна, ты в порядке? Луна, скажи что-нибудь. Вы знаете, что с ней? Я настоящий владелец этого дома. Луна, это не смешно. Я не Луна, я мифор. Что происходит? Я в телесо активно, бежим. Закрыто. Вы где? Открывайте дверь, я больше не останусь здесь ни за какие деньги. Луна, скорее открывай двери. Не могу, ключи улыбают. Боже, зачем? Я только согласился мамочки, спасите. Спокойно, за мной. Что теперь будем делать? Забудьте, ее уже не спасти. Нужно выбираться самим. Ну уж нет, мы не бросим свою подругу. Она вам больше не подруга, а демон. Кажется, он реально поверил. Сейчас я его проучу. Выходите, я знаю, что вы там. А я говорю, что это дом надо стеснить. Теперь вы останетесь без подруги. Должен же быть способ выгнать из нее дьявола. Мы не будем этого делать. Мы должны спасать свои шкуры, пока демон не вселился еще в кого-то. Вы же экстрасенс, а ведете себя так, будто впервые сталкиваетесь с их естественным. А ну отойди отсюда, мы сейчас вылезем через окно и побежим отсюда, не оглядываясь. Нет, так не пойдет. Мы отдадим тебе все деньги, только спаси Луну. Окно не открывается, есть чем разбить? Не нужно ничего разбивать. Я впущу Луну, а вы проведете свои ритуалы. Какие ритуалы? Вы с ума сошли? Ритуалы по изнанию демонов. Я не верю, что вы их не знаете. Да, просто сосредоточьтесь, и у вас все получится. Все, я открываю дверь и пускаю Луну. Нет, вы об этом пожалеете. Теперь вы видите настоящее моё обличие, я проклятый дух этого дома. Поскорее сделай, что не будет. Уйди, я чистая сила, уйди, уйди, уйди. Это на меня не действует, сейчас я отведу вашу кровь. Все, здорово, здорово. Вот тебе экстрасенс. Круто ты придувал с этим скелетом, я сам почти избывался. Мы еще не проучили этого труса, давайте закончим начатое. Я выйду отсюда и забуду этот дом, как страшный сон. Мы решили за тобой. О нет, пощадите. Сири, найди быстрый ритуал по изнанию демонов. Нам нужна энергия, чтобы перепоплотиться. Экстрасенс как раз подходит, но теперь оно откроет энергия, правда? Нет, я даже не экстрасенс. Не экстрасенс? Да, я просто так зарабатываю деньги. Люди думают, что у них призраки, а я делаю вид, что их сгоняю. Ты говоришь правду? Конечно, да. Ну что, отпустите меня. Так и знала, что он мошенник, сумочка моя. Что происходит? Сюрприз, это был розыгрыш. С ума сошли, я чуть со страха не умер. Да ладно, было весело. Неправда, вы держали меня в доме, а теперь давайте 5000 или я вызову полицию. И что ты им скажешь, что притворился экстрасенсом и хотел забрать наши телефоны? Вот, забирайте ваши телефоны, ладно, я просто решил вам подыграть. А, так мы тебе и поверим. Вот, держи 100 баксов, спасибо, что повеселил нас. Пожалуй, найду другую работу на лето, хватит с меня. Кстати, Луна, а как ты сделала все эти трюки? Сама ты не могла с этим справиться? Мне кое-кто помогал. Ребята, ставьте лайки, если вы догадались, кто мне помогал. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока! Пока-пока!